меня зовут дмитрий работаю руководителем отдела качества на заводе ну и по совместительству провожу экскурсии да поскольку как бы все процессы родные все известны все мы здесь были очень завод мы открыли 2009 году построили здесь на то есть завод строили как копия нашего люксембургского предприятия то есть все цеха расположены параллельно да то есть самый большой цех это как бы ну там где мы пускаем основной каркас основную продукцию основная продукция это сварная двутавровая балка соответственно все остальные цеха это уже второстепенный каркас цех по профилированию цех производства утеплителя ну и дополнительные там подразделения в каждом цехе то есть 2009 году мы открыли производство 2012 году мы пристроили еще 50 процентов площадей то есть мы увеличили заготовительный участок на сегодняшний день то есть мощные заводы позволяют выпускать как бы не меньше ну скажем так номинальная мощность завода 600 тонн готовых изделий в неделю да то есть это примерно 30 тысяч тонн год но мы не ограничены этими объемами то есть мы уже научились еще до расширения и сейчас тем более как бы умеем это наращивать да то есть мы выпускали и более 600 и более 800 тонн в неделю продукции как бы и научились распределять мощности раз научились удовлетворять потребности заказчика да и как бы нагружать все срок то есть работает у нас суммарность на сегодняшний день да где-то порядка 250 человек это вместе там может быть чуть 270 там с инженерным составом на заводе непосредственно примерно 170 человек завод работает три смены вот коллектив молодой текучки практически нет на заводе на то есть все кто изначально начинал работать на заводе кто-то уже поднялся до мастера и так далее да все развивается то есть наш завод является примером той продукции которую мы выпускаем то есть поэтому если вдруг какие-то все-таки вопросы будут да я люблю вопросы вы можете тоже спросить там по балка по конструкции так далее то есть это пример того что мы выпускаем то есть специфика под наш завод у нас завод во всех цехах находится краны да поэтому колонна у нас например там мощные колонны да вот в этом цехе мы профилируем ограждающие конструкции то есть мы закупаем рулоны уже в цвет то есть они окрашены вот в основном это российские заводы и за границей мы получаем только алюмацинковое покрытие поскольку в россии его не производят то есть крашеные рулоны как все цеха принципе они одинаково спроектированы то есть с этой стороны заход за мы завозим как бы сырье а с той стороны выводится уже готовая продукция да то есть как бы ну направление указано с рулона здесь складируется но мы туда еще вернемся там мы посмотрим когда обратно круг завершим там мы вернемся к станкам непосредственно профилирование и гибкие станки гибкие можем пойти как бы дальше то есть получается что движение всегда односторонние в цехах да то есть с этой стороны мы завозим сырье с другой стороны у нас там мы увидим зону погрузки ты туда мы как бы зону погрузки свозим готовую продукцию пойдемте следующий цех вот тут все на слот и сталь переносится магнитными захватами вся обратите внимание продукцию промаркирована то есть это маркировка поставщика да белая голубая а голубой угол это значит а пока уже проверил документы эту сталь можно брать одобрение происходит через язык а то есть это основной продукт у нас все все сырье разделено определенные типы важные и важные и важные даты и так далее важные ответственные критические поставщики все проходит одобрение сначала через а т.к. как минимум проверяются сертификаты и выборочно проверяется геометрические размеры параметры и также выборочно проверяется механические свойства то есть мы отбираем мы имеем план по каждому поставщику выбираем образцы и отправляем в лабораторию и проверяем механическое действие ну предел прочности на разрыв и предел текущего 345 сталь по пределу текущего как правило ниже 345 она условно говоря должна быть но опять же есть градация зависимости по толщине чем толще тем он может занижаться но это уже такие комплексы а вот в плане проверки то что уходит в лаборатории это конкретная часть партии либо это отрез небольшой небольшой мы отрезаем просто небольшой кузов в определенном месте то есть по нормам нормы регламентируют откуда нужно выбирать образцы это на каждую партию делается не на каждую мы выбираем понимаете как мы работа то есть если у нас уже опытный поставщик с которым мы работаем там год-полтора там два мы можем уменьшить количество проверок делать уже только их но то есть каждый поставщик то есть обязательно в год минимум да там несколько раз проверяет но бывает что у него будет 10 партий 15 или 20 партий на сегодняшний день а каждую партию проверяем нового поставщика то есть вот у нас заход какой-то новый поставщик в течение полугода проверяем каждую его поставку обязательно то есть не просто там отбираем геометрии сертификаты именно отбираем образцы от каждой партии когда вот он стабильно подтверждает соответствие нашим требуем соответствие нормам до соответствие сертификата тогда как бы можно было чуть-чуть меньше подъем это у нас цех основного каркаса то есть основная продукция наша что это сварная двутавровая балка сварной двутавровый профиль колонны балки да то есть но у нас есть своя классификация да то есть там колонна нижний ригель промежуточный ригель верхний так далее да то все это маркировка она соответствует тому что если чертежах то есть как происходит процесс с той стороны поступает как во всех цехах одинаково сырье основное сырье это листовой прокат две группы стали тонкая листовая от 5 до 12 миллиметров там 5 6 там 7 и толстая листовая это 16 20 24 30 да то есть толстая листовая сталь тонкая листовую сталь мы нарубаем на гильотина толстая листовую распускаем газоразрезным станком ну газорезным станком также есть у нас плазменный станок который делает фасонные изделия из металла потому что например сегментные балки балках нужно много слотов отверстий то есть мы тоже используем как бы программируемый плазменный станок то есть все заготовки собираются до этого нашей основной машины то есть это наша балка сварочный стан ну вот он периодически просто на обслуживании либо на перерыве ну что это наша основная машина которая рождает нам двутавры новорожденные здесь двутавры еще не готовы для монтажа поэтому следующая операция после конра когда мы называем балка сварочный стан это операция сборки то есть у нас два сборочных стола выкладываются здесь все изделия можно чуть-чуть вот так с ракурсу да и сначала на время ну как бы точечную сварку короткими швами на прихватках я бы сказал да набрасываем все необходимые косынки подкосы упоры фланцы да и здесь происходит уже приемка атыка то есть вы на этих двух столах все что выходят с этих двух столов любого веса любого размера сто процентов происходит первичная проверка атыка то есть вот на зеленых бирка атыка проверяет все доступные размеры положение отверстия косынок толщины материала вот какие-то соответственно габариты длины и так далее после того как атыка приняла это первая стадия проверки но помимо того что ты к выборочный счетам проверяет обязательно в цехах мы говорим про основную работу ставит отметку и балки поступают в обварочные цеха то есть несколько бокс и в обварочных боксах точечная сварка и прихватки превращается в сплошной шов вот сейчас мы там посмотрим то есть они все восстанавливают зачищают подготавливают балку уже к покраске финальная проверка происходит здесь здесь правка зачем нам эта операция в металле всегда есть напряжение заложены еще с прокатных станов крупных заводов да когда они прокатывают металл сам закладывается напряжение эти напряжения могут выходить в виде деформации то есть больших небольших разных поэтому нас есть такая операция правка ну просто газом нагреваем у нас я в разработана методика вот определенных местах шнурком то есть классический способ да то есть точнее шнурка ничего нет то есть капроновый шнур отклонение замеряем меряем определен греем в определенных местах до определенной температуры цвет нагревания также регламентирован обязательно то есть это все под контролем металл соответственно правиться в ту сторону в которую нужно и здесь происходит финальная приемка атыка но на сегодняшний день мы уже позволяем себе не делать здесь сто процентов на проверку потому что завод уже вырос до профессионализм сотрудников соответственно уже достаточно для того чтобы работать без ошибок так или иначе мы статистику все видео мире мы можем в любой момент регулировать количество дополнительных проверок если нужно или нет и опять же регулярно изучаем у этот опыт ошибок каких-то да даем обратную связь во все цеха и по результатам этого либо рождаются новые инструкции дополнительно либо уточнение к процедурам либо даже устраиваем тренинги сотрудникам да то есть это это непрерывный процесс он идет постоянно то есть вот укрупненные проверки знаний это каждый квартал а в цехах каждую неделю да например вот по средам у них пятиминутки по качеству они разбирают все мелкую свою отбраковку потому что они могут находить свои ошибки вот ошибки которые нашло например уже атака нашел отдел технического контроля ну и какие-то возможные ошибки которые за стройплощадки но можем похвастаться что из трех заводов у нас самая лучшая статистика да то есть поэтому как бы мы здесь в нормальном диапазоне вот же конечно не ослабляем то есть поскольку в первую очередь работаем на финального клиента да то есть статистика статистикой но настрой площадке должен быть непрерывный монтаж то есть вот это основная то есть получается после последней проверки о т.к. все изделие уже точно выверено по размерам и никаких нюансов быть уже не может оно должно уже уходить монтаж то есть отсюда она уходит готова в покраску то есть после этого это даже после этой стадии бываешь тонкостенные балки мы тоже за ними наблюдаем то есть после покраски мы уже проверяем еще раз краску мы их манипулируем да непосредственно перед грузовиком происходит еще одна стадия проверки уже финальная то есть ну там если где-то какие-то отклонения показались или не показались то всяко бывает перевозят они возят на кальмарах возим на улицу возвращаем и так далее то есть у нас минимум пять стадий проверки для т.к. это очень серьезно вот и соответственно все эти проверки они фиксируются да они фиксируются в системе фиксируются на карточках специальных на балках и так далее то есть отсюда балка поступает накопительный конвейер да и от из этого накопительного конвейера уже перегружается на покрасочную линию балки вывешатся все вертикально заходят сначала дробиструйный аппарат дробимет 8 турбин расположены уже под углами обратите внимание да что у нас есть карманы скрытой полости и так далее которые надо все вычистить то есть стандартной степени очистки европейская са два с половиной но также мы классифицировались там несколько лет назад российский степень 2 то есть она принципе чуть-чуть идентичную наши чуть-чуть построже но тем не менее да то есть вычищает все окалину какие-то заусенцы оставшиеся и так далее дальше идет кабина обдува то есть мы сдуваем эту дробь дробь используем металлическая шарик плюс половинка комбинированная дробь она под большой нагрузкой идет вот есть специальные датчики которые следят за наполняемостью сепаратора и дальше камеры покраски то есть фактически все карманы все технологические изгибы без проблем обрабатываются и дополнительной обработки не нужно сразу потом заходит камеру покраски даже так во первых мы используем краску непростую да то есть мы ее конечно же позиционируем как грунт ну что такое грунт грунт по своему назначению это временная защита от коррозии на время транспортировки монтажа далее уже на стройплощадке в проекте зависимости от про от требований проекта заказчика ее да там или финальный владелец покрывает финишным покрытием до либо противопожарным каким-то покрытием и так далее вот но мы используем грунт эмаль которая имеет как бы ну хороший запас по прочности то есть во первых она ну базы она совместима практически со всеми видами противопожарных покрытий используем наших соседей про декор русские краски вот во вторых если ее положить например 100 микрон то есть она уже как финальное покрытие может служить поэтому мы специально используем потому что не бывает прям всегда идеально чтобы вот конструкции забрали быстро смонтировали ну здесь как бы не от нас мы готовы то есть система готова поэтому мы используем универсальный грунт эмаль который может ну скажем так официально мы говорим три месяца вам пожалуйста на время транспортировки монтажа опять же грунт чем хорош почему отгружать в грунте не бывает такого что невозможно отгрузить такие тяжелые конструкции без повреждений грунта поэтому грунт легко восстанавливается поэтому он называется грунт мы даем дополнительно там на каждый 19 тонн еще 5 литров краски ремонтной как правило 5 литров хватает чтобы покрыть до 3 процентов повреждений да то есть от транспортировки как правило ну знаете за 10 лет но может быть там начале пути там был там один кейс когда это приблизило к двум процентов например внутри никогда не было что по транспортировке даже в худшем случае очень сложно себе представить поэтому как правило это на каждый 19 он хватает для того что в том числе монтажные царапины все там поправить где-то и так далее единственно что мы рекомендуем что по после разгрузки лучше сразу восстановить эти повреждения то есть не ждать когда там образуют соки железа то есть как бы эти рекомендации всегда мы даем поэтому мы используем универсальную грунт эмаль которая имеет характеристики с запасом но продаем ее к грунт таким способом мы красим мелкие элементы то есть вывешивается видите на рамку на крючках рамка завозится самом начале конвейер она заходит оттуда с конвейера вывешивается и проходит та же все стадии дробеструйная обработка и покраска с двух сторон а дробеструйная обработка она под высоким давлением насколько я понимаю питается да там определенное давление она четко прописан то есть подобного крепления вполне достаточно чтобы они не улетели в процессе извините там чуть ли не шестерка и они оттягивают друг друга видите то есть грубо говоря то есть они друг по другам висят как бы оттягивает это дело